Они создают праздничное настроение. В Люберцах наградили победителей ежегодного смотра конкурса на лучшее декоративно-художественное и световое оформление к Новому году и Рождеству. Торжественное собрание прошло в администрации городского округа. Там работала наша съемочная группа. Новогоднее настроение дарит не только запах мандаринов, но и украшенный город. В первый день зимы, когда в Люберцах зажгли главную елку, начался предпраздничный марафон. Улицы, торговые центры и придомовые территории сменили повседневный облик. Свою лепту в новогоднее преобразование округа внесли сотрудники управляющих компаний, учреждений, а также владельцы магазинов и кафе. Я сегодня хочу сказать еще раз слова благодарности каждому из вас, потому что на самом деле сообща, мы вместе с вами украсили город. Украсили не только ради эстетического удовольствия, но и звание самого креативного декоратора. 20 декабря в округе стартовал ежегодный смотр-конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление. В нем приняли участие более 20 организаций. В каждой номинации их всего 11 выбрали победителя. Среди них оказалась управляющая компания ЛГЖТ. Праздничное украшение территории организации признали лучшим. Такое оформление повышает настроение и работоспособность нашего коллектива. Мы каждый год стараемся занять какое-то место и поучаствовать в этом смотре-конкурсе. Ранее удавалось в других номинациях, да, и по лучшее украшенной дворовой территории. В этом году повезло в этой номинации. В номинации «Лучшая территория дошкольного учреждения» победил детский сад «Белоснежка». Самую красивую новогоднюю ель на придомовой территории установила управляющая компания «Содействие». А в оформлении фасада здания не оказалось равных коллективу Томилинского театра «Кукол Радуга». Заслуженные награды за новогоднее настроение получили также владельцы торговых точек, кафе и ресторанов.